Приветствую вас. Значит, давайте мы попробуем разобрать ваш текст, то, что вы написали. Написали вы немного, но достаточно важные моменты у вас есть в тексте, который я хотел бы раскрыть. Ну, во-первых, значит, то, что уже я отвечал на ваш вопрос предыдущий, который вы задавали, вот, значит, лично я думаю, что вот по тому вопросу, что вы задавали, да, вот, кстати, вы не выбрали ответ лучшим, тот вот предыдущий вопрос, который вы задавали, про религию, по делам религии, вот, поэтому, пожалуйста, выберите ответ лучший, буду вам благодарен, ну, просто оцените работу коллег, и меня тоже, если вы считаете, мой ответ лучший, вот. Значит, я думаю, что вам нужна, с одной стороны, собственная про личность, потому что вот сейчас на основе того, что вы пишете, я могу сказать, что психологом работать вы не можете, вот, то есть, вы не имеете права, по сути, по сути, вы не имеете права сейчас работать с психологом, потому что у вас, есть, значит, ну, собственно, не про личность, вот, то есть, у вас есть некоторые моменты, которые являются, ну, по сути, по сути, по сути, по сути негативными очень, и вы не можете работать с психологом, вот, если вы уважаете свою профессию, если вам нравится то, что вы делаете, то я бы не рекомендовал вам сейчас не заниматься психологической практикой, а рекомендовал бы пройти терапию, собственно говоря, у своего супервизора, вот, либо выбрать себе супервизора, вот, и поскольку вы молоды, да, вот, то я думаю, что опыта у вас не так много, вот, и, соответственно, супервизор вам необходим при работе именно с клиентами, чтобы, чтобы, ну, помогать вам хотя бы на первых порах ориентироваться вот в том, что и как делать, делать, вот, вы вот, кстати, писали, что вы психолог, а вы какой, в какой школе, в какой, в какой школе психология себя относитесь, себя относитесь, точнее, точнее. Итак, мне 24 года, я женился около двух лет назад, почему такая спешка, вот, у меня родилась прекрасная дочка Прыгодик, сейчас я живу с женой и дочкой на отдельной квартире, а вот, смотрите, вы делаете акцент на том, что вы живёте с дочкой на отдельной квартире, то есть для вас это имеет значение в какой, какой, какие. Это победа, что вы живёте на отдельной квартире, или поражение, это плюс, что вы живёте на отдельной квартире или это, ну, минус, да, То есть подумайте. Я являюсь младшим сыном в своей семье. Передо мной два старших брата, 83-й и 85-й год рождения. Часто жена утверждает, что я не могу принимать взрослых решений. Так, ну смотрите, я являюсь младшим сыном в своей семье. Да, младший сын. Здесь нужно разбирать, как вам относились, чего ожидали от вас родители. Чего ожидали от вас братья, какие у вас отношения с братьями. Вот, ну вот так, да. То есть младший сын это нагрузка определенная. Младший сын это самая такая уязвимая часть поколения. Потому что младшие дети наиболее подвержены родительскому влиянию. И весь вопрос о том, что вы хотите с этим делать. То есть какое вот значение вы вкладываете в то, что являетесь младшим сыном в своей семье. Часто жена утверждает, что я не могу принимать взрослых решений. Ну, смотрите, что я вижу здесь, да, что я вижу вот именно в данном моменте. В данном моменте я вижу только то, что вы, собственно, выбрали себе в жены человека. Точнее, связали свою жизнь с человеком. Который, ну, мягко говоря, вас таким, какой вы есть, не принимает. И это на самом деле серьезная проблема. То есть вне зависимости от того, принимаете вы взрослые решения или нет, человек уже вас таким, какой вы есть, не принимает. И, собственно, вам нужно решить, что вы будете с этим делать, вот. Вам нужно решить, как вы будете к этому относиться. Вам нужно для себя определить, что вы будете делать с этим. То есть вот есть жена. Жена, она вас, ну, по сути, обвиняет. Да? В том, что вы не принимаете взрослых решений. Но она же вас выбрала в качестве своего мужа. Выбрала в качестве своего мужа. И что произошло? Что она вас любила. Она думала, что вы другой. Вот. Это вопрос, опять же, того, насколько вы принимаете себя. То есть одно дело, если вы не принимаете взрослых решений вообще совсем. И, как бы, ну, не переживайте к этому поводу, да? То есть, ну, не принимаю я и не принимаю. Ну, не принимаю и всё. И всё. Ну и что? И что с того, что я не принимаю? Я не хочу. И вот, брат, просто не хочу принимать, значит, взрослых решений. Ну и что? Ну, это неплохо. Если, если, ну, если вы, если вы принимаете в себе это. Понимаете? Вот. Если вы это в себе принимаете. Понимаете? А у вас? У вас? История какая? Что вы, судя по всему, в себе это не принимаете. Понимаете? Какая... Столькость. Вот. И это проблема. То, что вы себя не принимаете. Так что здесь вот модель мужского поведения, модель женского поведения, да? То есть, какую женщину вы видите рядом с собой. Как вы выбирали свою жену. Это вот всё нужно выяснять. Дальше. Значит, я и сам начал это осознавать, поскольку, если возникает вопрос, значит, покупки квартиры или машины, я советую со своим отцом. Ну, хорошо. Советует... Советуетесь вы со своим отцом. Зачем вы советуетесь со своим отцом? Смотрите, эээ... У вас, эээ... Как я понял, да? Вы живёте не в России. Эээ... У вас, эээ... Есть вот этот элемент того, что... эээ... Знаете... Как бы это сказать? С того, что... Эээ... Ваша культура, традиция... Традиция... Эээ... Так... Создали. Что... Возможно, полагается требовать. То есть, полагается требовать того, чтобы... А... Насчёт... Чтобы... Вы советовали... Со своим... Ну, отцом, например. Знаете... Я, конечно, не знаю. Может быть и нет. Но... Если у вас такие традиции, например, да? Вот... То... Это... Нормально. Сперва вы с отцом советуетесь. Потом... Со старшими братьями и так далее. Вот. Важно то, что вы хотите с этим... С этим делать. Понимаете? То есть, вам нужно определиться со своим выбором. На этот счёт. И всё. Просто выбор. Нужно сделать выбор. Вам. Свой. Свой. Свой выбор в этом направлении. То есть, именно свой выбор. Какой он у вас. А... Выбор. Ваш. Хотите ли вы, вот... Чтобы... Ну... Вы советовали с отцом. Или вы не хотите советоваться с отцом. И... Вам это не нравится. И вы хотите по-другому. Понимаете? А если вы хотите по-другому. Что вы готовы... Ээээ... Ну... Делать для... Для этого. Чтобы... Ну... Чтобы не советоваться с отцом. Понимаете? Вот. То есть, эээ... Здесь, вот, именно, эээ... Многое. Практически, эээ... Всё упирается именно в запрос. Именно в ваш запрос. Каков он. Чего вы хотите хотите. Эээ... Даже если меня не удовлетворяют его ответы. А они должны удовлетворять. Понимаете? Вы за советом к отцу идёте. Для чего? Чтобы что? Если вы хотите быть удовлетворённым, вам нужно либо советоваться у своих друзей, либо не советоваться с отцом. Потому что отец, он на то и отец. Да? Он на то и отец. Что он, эээ... Советует вам, исходя из своей позиции. Исходя из того, что он знает. Понимаете? И вопрос возникает, да? Вопрос возникает. Так... А зачем? Тогда? Зачем? Тогда? Тогда? Вы? Эээ... Идёте к нему за совет. Для того, чтобы с нему утвердиться. Скорее всего. Для того, чтобы как-то почувствовать себя, да? Ну, подтвердить, что то, что вы делаете, то, что вы выбираете, да? Это вот, ну, как-то правильно, наверное, да? И так далее. А без этого, что вам... Без этого вы не чувствуете себя как-то вот, ну, значимым? Видимо, нет. Видимо, не чувствуете. А по какой причине вы не чувствуете себя значимым? Понимаете? Вот именно об этих всех вещах и нужно думать. Дальше. Наши ответы. Я все равно поступаю так уж, как он советует. Почему? Мне не хватает смелости лично принять решение касательно каких-либо значимых покупок. Чего боитесь? Боитесь чего? Боитесь поступить неправильно, да? А неправильно с точки зрения кого вы боитесь поступить? Кто определяет, что правильно, а что нет? Да? И здесь, если вы психолог, вы знаете, наверное, я бы поработал с вашим детским эго-состоянием. Вот. Если я бы поработал в контексте транзактного анализа. Ну, по методу транзактного анализа с вами. Вот так. Потому что у вас явно идёт зависимость от отца, да? То есть, отец вас подавляет, да? Отец вас как-то, ну, не позволяет вам проявлять себя. Вот. Это, конечно, вся серьезная проблема для вас. Но она, эта проблема сама по себе не решится. Именно сама по себе. Вот. Ну, потому что привыкли вы. Вы привыкли так жить. Вот. Дальше. По-моему, эта проблема вливается в нечто большее и отражается на моей работе. Как? Хотелось бы услышать объективное мнение по этому поводу. Спасибо. Объективное мнение такое, что работать с психологом, как я уже говорил, вам нельзя. Вот. Ввиду собственную непролеченность. Вот. Я не знаю, как вы работаете психологом, но то, что вам нужен супервизор, это однозначно. Супервизор и собственная консультация, собственная терапия. Терапия. Вот. И эмоциональное сепарирование от отца. Вот. И работа с собственными страхами. Вот. Вот. То есть, знаете, вы никогда не научитесь, а, значит, тратить деньги. Да? Никогда не научитесь тратить деньги. Ага. Если не будете их тратить сами, по своему разумению. Ага. Ну и, собственно, подумайте обо мне, какой будет ваша дочь. Вы же знаете, да? Что то, как вы себя ведете, влияет и на дочь тоже. Ваш. Подумайте. Подумайте обо всем этом. Я рекомендую вам индивидуальную терапию, индивидуальную работу и супервизию в плане клиента, потому что чувствуется ваша неопытная 24 года, психолог, работать психологом 24 года, это... Это почти фикция. Практически. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Ээээ... Посмотрите, вот, посмотрите, все, что найдете про созависимость, да? И подумайте, вот, есть у вас какие-то ваши желания, желания, да? Есть у вас какие-то ваши стремления, есть у вас какие-то потребности, да? Все это у вас есть. Вот, эээ, подумайте, эти потребности, которые у вас есть, эти чувства, которые у вас есть, да? Вот, эээ, как эти чувства, как эти чувства, эээ, вы выражаете? Как и почему? Как выражаете и почему именно так выражаете? Все. Вот подумайте на эту тему, на эту тему. То есть, эээ, вы выражаете свои чувства, там, путем гнева, да, там, обвинения в себя, как часто? Понимаете? Вот мне кажется, что это про вас. Мне кажется, что это всё, это всё это, это история именно про ваш самостоятельность. Ну и, конечно же, самостоятельность нужно учиться, потому что она просто так не приобретается. И, ээ, решение, решение, вот вы говорите, да, что, эээ, что не можете принимать каких-то, ну, значимых, ээ, решений, да? Сразу, 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 вы решения принимать не сможете сразу. Значит, это делать постепенно. То есть, подумайте, какие решения вы можете принимать сами, без проблем. Где начинаются проблемы? Проблемы начинаются, да, в значимости. А значимость это как? То есть, что значимое-то? Чем определяется значимость, собственно говоря? Кто её определяет? Вы или, ну, или кто-то другой? Как определяется значимость? Понимаете? Вот. С кем она определяется значимо? Вот об этом подумайте. И вот так постепенно, постепенно вам нужно повышать свой уровень. Уровень принятия решений сразу вы не сможете сразу. Это было бы, ну, наивно. Наивно было бы, было бы думать, что вы сразу будете принимать решения. Заметьте. Заметьте. Заметьте, что вы по факту не задаёте вопрос. То есть, вы не создаёте запрос. Запроса нет. По факту. У вас. Вы просто говорите объективное мнение по данному вопросу. Проблема ли это? Да. Это проблема. Можете ли вы работать с психологом? Нет, не можете. Но вместе с этим, проблема и в семейной жизни тоже. Ибо ваша супруга, она, как будто бы, да, как будто бы, не принимает вас таким, как вы. Вы есть. И это тоже проблема, потому что вы же как-то её выбрали. Понимаете? Да. Чего вы хотите сами? Может быть, вы не хотите прислушиваться к своему отцу. Может быть, вы хотите, ну, чтобы ваш отец, там, советовал вам. Определитесь тем, чего вы хотите. И на этой площади, на этой основе создайте запрос к психологу. И уже от этого можно будет отталкиваться в работе с вами. Вот. Пока это, к сожалению, достаточно инфантильный такой текст. Да. То есть, вот у меня, у меня проблема. Вот. Вы пожаловали на отца. И что дальше? Что дальше? Со всем этим делать будем. Понимаете? Сказать вам. Вы должны быть самостоятельными. Может быть. А откуда? Мы знаем, чего вы хотите. Может быть, вы совсем другого хотите. Может быть, для вас проблема, например, не в отце, да? А в том, допустим, чтобы, чтобы, ну, чтобы, например, жена вам не говорила этого, да? Или чтобы вы работали, ну, более эффективно. Понимаете? То есть, скажите, чего вы хотите, что вам не понятно, что вы желаете. Вот. Понимаете? Как в какой момент? Вот это нужно выяснить. И тогда уже будет всё понятно. Ну, на этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачу.